привет друзья сегодня на обзоре макс с макс с корпус к русский быстрорезом к 110 на борту значит я уже смотрел этот нож когда-то мне он не понравился изначально но я смотрю с черной ручкой что ложным клинком вот со стон ложным клинком он как-то бедно выглядит или там даже я бы сказал бедно и дешево вот с крашеным клинком он выглядит гораздо более солидней солидней и симпатичней вот ну давайте пройдемся по нему сразу покрытие достаточно крепкая им уже построгал построгал силовым то есть нагрузкой такой и в общем хорошо входит тонкое сведение неплохая железка неплохая железка тонкое сведение в общем строгать хорошо несмотря на тонкую ручку я прямо так с нагрузкой давал у нас уже видите грязь вот значит нос у нас на подшипниках двухрядный керамический подшипник вот и сразу я скажу из претензий к этому ножу у меня только наверное одна претензия одна претензия ну пускай будет даже две и игла ну в общем претензия в том что отверстие то есть углубление под подшипник обработанная как видите вот здесь если посмотрим то шариков не видно потому что в лайнере вот видите лайнер с другой стороны тоже есть лайнер но он очень грамотно соединяет осевую упорную втулку на мой взгляд это самое грамотное решение потому что веса нет то есть видите диджи 10 лайнер только фрезером на одну с одной стороны он также крепится на втулках может получается легкий при этом вполне надежным да очень крепенький такой надежный немножко приятненько несмотря на то что он тоненький хороший вот значит о чем это я а так вот углубление под подшипники там есть остатки из фрезы то есть не вот эти вот остатки фрезы до этого нож немного шуршит керамика нарежет дорожку но пока вот прошло там не знаю сколько месяц где-то он пока продолжает шуршать то есть нужно какое-то время уже стал лучше в два раза то есть все таки керамика нарезать все дорожки но лайнера достаточно твердые поэтому нужно больше времени но в принципе все равно то есть механика вполне нормально люфтов нет никаких так что у нас тут у нас еще значит в лайнере у нас тоже керамика стоит здесь у нас в экспрессер титан клипса титан крашеные винты неравномерно немного значит 2 2 как бы претензия значит первая претензия то что неровно обработана посадка под подшипники которая в принципе не проблема потому что ну керамика нарежет себе дорожки во вторых фаска фаска снята видите здесь есть грань то есть они сделали как фишечку что мол нож лучше чувствуется именно вот чтоб он не заваливался он вот прям хорошо так цепляет и в общем то вот эта фасочка она особенно не мешает потому что за ней сразу идет вот такие вот вот эти вот горбики вот эти вот ну я бы не сказал что она сильно мешает но могли помню может быть и закруглить а может и нет то есть как бы вот видите внутри смотрите как фаска внутри снята то есть здесь все в принципе очень так добротно сделано вот но здесь видимо не так решили так что в общем то я бы не сказал что это претензий по сути в принципе претензий то у меня нет я заказывал нож солим это очень удобно значит не знаю будет видно или нет наверное даже и так и не покажу значит мне показалось что где-то в районе буквы с и к лазер был не очень ну то есть под как под какой-то под каким-то так скажем углом он неравномерно был прорезан то есть мы принципе это тоже не проблем вот значит еще раз я пройдусь по ножу и скажу вот такое мнение мое нож на мой взгляд получился очень удачный это именно такой я ждал вот такого исполнения именно в плане дизайна не проработки а дизайнерских вот разве что не снята фаска вот на кемлячном отверстие но это все ерунда вот такого дизайнерского решения я ждал от махас макс с баланс м в плане изготовления вот он он я его приобрел тоже какую там больше года назад и с ним я намучился то есть здесь в баланс м просто колоссальное количество вот именно дизайнерских промахов то есть и вот баланс у него смещен это дисбаланс то есть он в ручку смещен кажется просто кирпичом в руке и и открытые линера там и клипса тут не глубокая здесь тоже не глубокой но она прячется хорошо здесь она прямо торчал вот но вот я ждал что баланс м будет вот такой вот он должен выйти чтобы быть крутым популярным вот первый баланс у меня значит есть от стил клоу переиздание под марка стил клоу стил клоу голем но вот баланс от максейса он был вот таким вот первый то есть тоже с одной стороны лайнер с другой стороны лайнер который крепит упорную втулку и осевой плюс посадка под подшипники но в балансе было отверстие здесь вот с точками стил клоу но стил клоу переиздали как раз вот этот вот форму он тоже очень легенький очень удобный это действительно баланс и здесь корвус это тоже баланс то есть видите мало того что он весит немного а весит он 128 грамм принципе он при этом из-за грамотного баланса он невесомый вообще при этом это вам не кажется бенопластом то есть его вес прям то что надо давайте я положу простых рядом ну вот баланс м на мой взгляд ну это просто вот провальная модель потому что мы баланс у нее смещён и это просто кирпичевки неудачный на мой взгляд получился хотя вроде бы кажется что ну особенно это не отличается вот так но тоже к там тоже ручка плюс-минус вот но прям вот не советую м вот не советую так значит что еще давайте значит так у нас баланс м значит корвус у нас приходит в такой коробке ничего необычного так давайте его сравним с а вот что еще хотел сказать давайте я положу рядом два ножа я не утверждаю что это именно что дизайн брали отсюда я просто положу их рядом а вы сами решите да или нет похоже дизайн или нет это у нас фри вольф он же асимметричный а это у нас за т.х. к сожалению даже не помню какая а вот 077 какая-то а то дай вот я просто предлагаю вам посмотреть и пойму но как бы увидеть что это близкие решения близкие и удачные вот этот вон клиффом приподнятой до середины вполне рабочая такая вещь ну в общем я бы сказал что даже вот да он прям близок он более тонкий но он близок к этому на мой взгляд ну вот вы сами смотрите это значит я ждал от него премиум исполнение вот фри вольфа то есть вот асимметрично меня в таком исполнении то есть я то что подправил немножко нравится вот такой я хотел премиум исполнения асимметричного я получил его и я бы сказал что он лучше чем асимметричный лучше у него он тоньше сведен он как бы в руке более уверенный она будет так пошире рукоять здесь такая он более тонкая рукоять и строгать ему уже сложнее потолще сведен ну вот хорош хорош мне понравился значит так мое мнение вы сами конечно решать делайте свой выбор вы принимаете свое решение давайте сравним его с крысой давайте вот так положим и вот так вот так нам тяжело сравнить ну давайте вот так вот здесь у нас чуть ли не так солидно больше чем у крысы рабочую область ручка такая же вот по толщине он потом потоньше мои кюнин и крысы вот так значит стали у нас к 110 стоит он не помню сколько он стоит если честно что-то время 4 200 но сейчас не поймешь уже как какие цены вот что-то время 60 долларов он стоит значит вес его 128 грамм толщина клина кстати смотрите какие-то насечки очень хорош очень грамотно насечки вот так значит ушел в сторону значит вес 128 грамм толщина клина я намерил 4 миллиметра так и сведение я намерил 0404 сотами то есть 045 изначально то есть вот здесь вот там 046 даже потом 038 035 и плюс минус 04 тоже на кончике то есть кончик у нас тоже так что видим очень тоненько я бы сказал что даже может быть стоило кончик сделать более потолще свести именно кончику потому что ну кончик получается тоненький и тонко сведенный если кто-то там что-то начнет ломать я думаю тут подламывать он отвалится так что нужно быть аккуратным вот вот такой вот нож получился давайте порежем построгаем не знаю буду разбирать нет ничего интересного особенно нет да значит клипса клипса у нас мягенькая такая средненькая за счет того что вот эта фрезеровка она без острых углов она нормально одевается на штаны не уничтожает их совершенно очень аккуратно вполне комфортно одевается хорошо очень держит в общем мне нож понравился могу его рекомендовать в этом плане ну то есть вот вот с этим ножом макс с он получился удачный на мой взгляд здесь тоже такой очень удачно так все отодвигается то есть приятный вот этот углубление на такой даже так что он лошина хорошо мне понравилось вот ну давайте порежем построгаем что вы смогли сложить свое мнение об этом ножи так давайте сразу разберем что чтобы было понятно что тут и как восьмерочку окрашена неравномерно вот кстати это стальные так у нас восьмерочка сантер нет окрас происходит с помощью температуры так смотрим да, похоже на керамику керамика не термалась ну, в общем-то, больше тут смотреть нечего я вот так промыть хотел просто посмотреть грязь, насколько тут есть, нет так, смотрите обработка под осевой с остатками фрезы поэтому нужно время, пока керамика прикатается вот почему, видимо, у Макса если сразу ход какой-то шуршащий был так, здесь у нас смотрим здесь тоже с фрезой, но здесь меньше здесь почище, но тоже от фрезы остались клубления так, ну ладно, в общем-то, тут больше ничего интересного здесь у нас все ровно вот так я надпя керrayку Ну давайте для интереса, раз я забрал, не магнитится, это тоже не магнитится, это магнитится, это магнитится, так, что у нас еще, всего тоже стальное, ну в общем, все тогда тут собираем. Так, что еще я хотел показать, бонки, бонки у нас без ограничителя, без спейсера работать не будут. Так, здесь все хорошо, смазка, многие спрашивают, чем я смазываю, я смазываю баллистолом, и вот такую тихоновую смазку мне намешал хорош человек Стас. Обычно я баллистолом просто сбрызгиваю, но здесь бывает, что и пластом. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, вырезается хорошо В принципе, вырезается хорошо Но это мягкая древесина Давайте что-нибудь Такое посерьезнее Ну, конечно, заполнение рукояти не может быть нормально Потому что такой DC тоненький ножчик Ну, вырезается хорошо Вырезается хорошо, прям Хорошая штука Так Что у нас тут с лайнером В принципе, у нас ничего не может быть Потому что заход очень резкий Так Так У меня все нормально Так 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 Ну, пожалуй, достаточно Я, в принципе, все для себя понял Железо хорошее Тонко сведенное Поэтому оно и заходит Строгает хорошо Несмотря на тоненькую ручку Рука у меня уже устала Это не первый нож Который я строгаю Хорош На мой взгляд, хорош Ну, вы, конечно, сами смотрите На мой взгляд, вот Баланс 2019-го года Еще раз я повторяюсь Он вот в таком вот формате Был бы интересней Но не интересней Ну, вот первый баланс Он хороший, легкий Вот В таком же формате Еще раз повторяю Ладно Надеюсь, вы смогли Сложить свое мнение Об этом ноже Он нажим Он нажим Он нажим